Добрый день! Сегодня мы для вас записываем седьмую лекцию нашего цикла «Прокофьев. Музейный и не музейный». И это лекция о премьерах оперы «Войны и мир». Она называется «Война и мир по следам, сохраненной в архиве афиши». Понятное дело, что архив это Российского национального музея музыки, и афиша это совершенно неизвестной премьеры, которая состоялась 25 июня 1948 года в Праге. И это действительно мировая премьера «Войны и мира», премьера, о которой никому ничего по сей день неизвестно. И во всех справочниках, как вводится, стоит дата 26 мая 1953 года, это флорентийский музыкальный май, это считается мировая премьера. Вообще судьба оперы «Война и мир» это, я бы сказала, символ такого отношения Родины к оперному творчеству Прокофьева. Почему говорю к оперному творчеству? Можно было вообще к творчеству сказать, да? Такое потребительское отношение, идейное, как должно быть в тоталитарном государстве. Но вот если задуматься о судьбе вообще сочинений этого великого композитора, этого гения, этого классика 20-го столетия, сколько их было-то у нас, Прокофьев и Шостакович, посещают очень странные мысли такие философские. Как вот мне один ученик сказал, ну любая сценическая история, любого сочинения, особенно гениального, ну это же через тернии к звездам. Ну сначала, конечно, как вводится, не понимали, ругала критика, значит, не принимали там заказчики, плохо ставили, режиссер перевирал концепцию и так далее, и так далее. Ну а потом, значит, триумф. Вот, типа, значит, у нас есть такая история Ромео и Джульетта, и у нас есть такая история, как минимум, да, война и мир. Но это не такая история. Потому что, ну, во-первых, начнем с того, что и это совершенно не секрет, Прокофьев не любил то, что получилось из Ромео и Джульетты. Тут я вам скажу, как специалист. И даже есть его такое замечание на какой-то, по-моему, фотографии. Его Нестев опубликовал в юбилейном номере советской музыки, по-моему, в 71-м году. И он там пишет, что он, в общем, не в восторге от постановки Ромео и Джульетты. Ну, это, понимаете, как спорить с системой. Так что триумф Ромео и Джульетты – это, как бы, отдельно триумф великого сочинения, которое отпочковалось от воли своего автора. С одной стороны, так и должно происходить. С другой стороны, автор был не в восторге и гораздо больше любил Золушку, да, из его советских балетов. А каменный цветок он просто вообще не увидел на сцене. Вот, значит, прекрасная история со счастливым концом Ромео и Джульетты, да. Но «Война и мир» – это совсем не такая история. Это сплошные тернии, это никаких звезд. Начнем с того, что… Ну, он не увидел же «Войну и мир» постановку целиком. И сколько ее тягали и сколько ее мутузили, чтобы она была не такая, а сякая, а идейная. Наталья Павловна Савкина, пиша какую-то статью, там назвала «Войну и мир» мученицей исправления переделок. Так вот, насколько может быть мученический музыкальный текст, но то, что это было мучением для Прокофьева, это несомненно. И настолько, что после 9 или 10 лет работы он просто пошел в Комитет по делам искусств, и когда ему там в очередной раз сказали, да, вот знаете, вот в этом сезоне она не пойдет. Он сказал, ну что, мне остается только сжечь эту партитуру, ну, чтобы уже не переживать. Вот, и как вот это воспринимать, вот эту реплику? Понятное дело, что ему было очень больно. И вообще, в принципе, история оперного театра Прокофьева, постановка при его жизни, это не история со счастливым концом. Это Мадалена, значит, две редакции, ну, вторая написана поверх первой в партитуре, тут уже ничего не сделаешь, но тем не менее, это премьера не у нас, да, а в 81-м году в Граце. Это Три апельсина, ну, понятное дело, тут все ясно, тут никаких трагедий, тут премьера за границей в Чикаго, но просто потому, что это зарубежный период. Это Игрок, который взяли, значит, в Мариинском театре, и так повезло, что, ну, в 16-м году взяли, а в 17-м году революция, даже неустойку не заплатили. Ну, поэтому вторая редакция, значит, пошла в Бельгии, да. Это «Огненный ангел», который не поставлен вообще при жизни композитора, просто он не поставлен нигде, и только после смерти, как это водится, значит, он, наконец, поставлен. И то не сразу на сцене, а только концертное исполнение в Париже в 54-м году. И вот это, значит, «Война и мир», которую он не увидел, которая была поставлена потом, и, соответственно, мы не можем ничего знать о реакции его, эта история с счастливым концом или с несчастным, это просто история без конца. Вот я бы так сказала. Ну и, наконец, «Повести о настоящем человеке», которое в декабре 48-го года концертное исполнение, разруганное бесконечно и, как сказать, подставленное дирижером, который после небольшого числа репетиций все это вынес на закрытый просмотр. Вот, значит, его впечатление от постановок своих оперных сочинений. А поскольку у него, если мы считаем, значит, «Мандолену и Индину», то у него 9 оперных сочинений, а я называла сейчас 5, то из этого, в общем, вполне можно сделать вывод самостоятельно, насколько вообще бытование оперного театра Прокофьева при его жизни – это история с счастливым концом. Нет, конечно, не с счастливым. Но Прокофьев вообще такой человек, который… Вот он шел против течения. Ну, вот есть такое выражение, и есть книжка такая, Фокина, называется «Против течения». В широком смысле это история о том, что такое модернизм, что такое новаторство, как оно соотносится с традициями. Но был и узкий смысл, конечно. Прокофьев любил браться за такие сюжеты, которые всем остальным казались невоплотимыми. Там, где он хотел их воплотить. В оперном театре, например, «Та же война и мир», в балетном театре Ромео и Джульетта. Пока все спорили, как будет шекспирский сюжет на балетной сцене, все-таки балет – это такое искусство, два притопа, три прихлопа, довольно-таки эфемерное. И тут, значит, наше все великий шаг, значит, Шекспир. Пока они все это обсасывали в прессе и в куларных разговорах, он, значит, писал партитуру. Результат известен. Так и «Война и мир». Ведь он начал ее писать, и это такое, что ли, ирония судьбы, или гениальное совпадение. Он же начал ее писать весной, в 1941 году. Еще немец не напал. То есть он начал писать ее в марте. И первый вариант сценария – это он со своей второй женой, и у них еще такой медово-конфетно-букетный период. Они путешествуют в поезде. Наконец-то они вдвоем наедине. И вот они едут на юг в отпуск. И вот там впервые она ему читает вслух. Значит, «Война и мир» – это была первая книга, которую она ему прочла вслух. У него всегда было зрение не очень, но это еще была традиция. То есть у нее было время это делать, она ему читала, он с удовольствием слушал. Вот эти чтения, домашнее чтение – это была традиция их семьи. Так вот первое такое сочинение в прозе, которое она ему прочла, это была «Война и мир» Толстого. И он давно хотел, и он знал. И это была одна из его книг, которую он там прочитал в детстве. И он прикидывал и задумывал, как бы можно было, вот если бы, значит, из четвертой части вот всю эту воду, которую там написал граф Лев Николаевич, если бы ее, значит, ужать. То есть есть у него такие воспоминания. И тут вот как это совпало. Ну, понятное дело, что была военная атмосфера, все ясно. Но когда он начинает в марте оперу на тему войны 1812 года, в июне, значит, нападает фашистская Германия, и это становится уже таким государственным делом. И первое художественное произведение, которое муссировалось во всех выступлениях, вот это от Советского, там и Фортбюро, и, значит, речь там Молотова, речь кого-то еще. Это просто было бесконечное число сравнений. Ну, вот как пришел француз в 1812 году, да, так вот сейчас вот гитлерская Германия на нас напала, ну, и вот француз уже как пришел, так и ушел. В общем, победа будет за нами. Поэтому вот эти параллели, они буквально носились в воздухе, начиная с первых дней войны, когда мы еще уступали, когда Россия уступала на всех фронтах. И, конечно, это не могло не влиять на психику. И в том числе композитора, который вот взялся, ну, так вот случилось, который за два месяца до этого, а работал же он очень быстро, и он сразу видел целую вот эту структуру, систему сложную. У него это сразу было. И вот он взялся за этот сюжет, и что наиболее важно, я считаю, он его не оставил. Вот это вот, конечно, то, что мы называем подвиг бесперимерного мужества. Любой бы бросил это, потому что, понятное дело, что вот в такой ситуации военной, и при том, что Роман Толстого и вообще почти все его творчество входило в пантеон там великой русской литературы, патриотической. И тут еще «Война и мир», и это «Эпопея», и понятно, что опера будет огромная. Ну, в общем, было из-за чего понервничать. Но он совершенно спокойно. Сергей Сергеевич вообще такой был человек, которого трудно было сбить с намеченного пути. И тут, конечно, не только его природное упрямство и эгоцентризм, как, в общем, у каждого гениального человека, который, хватаясь за сюжет, его уже трудно заставить вот разжать эту хватку. Но и то, что он сразу очень много вкладывал в это. То есть у него сразу очень много уже было всяких мыслей об этом. То есть он его сразу присваивал. И потом ему очень сложно было после вот первого какого-то прикосновения, был сценарий, он начал писать, значит, этот дирекцион, ему было уже сложно остановиться. Это была такая инерция. И несмотря на то, что вся практически опера «Война и мир», ну, первая редакция и часть второй, да практически вся, все, что до 48-го, а 48-й это уже, считай, четвертая редакция, вся она была создана в военные годы. И они, значит, поехали в эвакуацию, как и положено. И вот весь южный регион, там Нальчик, Тбилиси, Алмата, Баку, значит, все эти города, они объехали последовательно. В 43-м году, вот по поводу войны и мира, значит, они возвратились в Москву, потом опять уехали на юг. Вот он, именно вцепившись, он не отпускал этот сюжет из своей жизни, из своего творчества. И несмотря на то, что у него было очень много заказов, музыка к военным фильмам, которых тоже был страшный расцвет, и, конечно, часть их упала на Прокофьева, который работал быстро и организованно. И тут тебе, и они запустились, значит, с этой самой, с Иваном Грозным, тоже патриотическое кино. Ну и помимо этого, еще были какие-то собственные замыслы, не все же писать для Комитета по делам искусства. Были фортепианные сочинения, были камерные сонаты. И несмотря ни на что, вот эта история создания Войны и мира проходит красной нитью практически без перерывов через все военные годы и послевоенные тоже. А поскольку он не закончил ее, и это важный момент, то есть музыки там много, но он не установил, в каком виде он считает, что должна быть поставлена опера на сцене. И его причем спрашивали, уже когда было понятно, что в общем ее не поставят никогда, и он ее не увидит. И спрашивали его Ведерников, спрашивали Ростропович, спрашивал, он не отвечал. Все, не хочу об этом думать. Все. Знаете, то есть это удар, то, что она не была поставлена на протяжении 11 с половиной, практически 12 лет, с весны 41-го года и умер он весной 53-го. И последние какие-то мысли там и наброски, и переделки, это декабрь 52-го года, как это записано в позднем дневнике, то понятное дело, что это вот вся жизнь его, последние годы, она была связана с созданием этой оперы. Это самое большое его сочинение и самое такое выстраданное. Опять же, потому что Сергей Сергеевич такой композитор, который брался за невозможные вещи. Так не ставят, там с этим не живут, это невозможно. Ну, я уж молчу, что одна из редакций, по-моему, третья, это так называемый сценический двухвечерний вариант. То есть, когда начали накидывать ему всякие списки исправлений, что он там должен поправить, то она стала разрастаться, разрастаться, разрастаться. А Сергей Сергеевич, как человек такой, который, как мы знаем, создавал собственный музей, он все это оставлял, 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 оставлял. И вот это все, это гора музыки в результате, когда он попытался это все сложить, у него получился банально двухвечерний вариант. И есть такая редакция, и она периодически идет, значит, в два вечера. А если мы возьмем вообще всю историю русской оперы, то у нас двухвечерний вариант, это вовсе не русская реально опера, это опера-оратория «Христос» Антона Григорьевича Рубинштейна, которая писала для заграницы и была поставлена за границей. Ну, то есть, и вот такой у нас, значит, Антон Григорьевич, космополитический композитор, наш первый такой музыкальный деятель, основатель первой нашей консерватории. Но, тем не менее, то есть, это для западного зрителя и на западном материале. Получается, что опера Прокофьева «Война и мир», которая вышла на сцену во второй половине XX века, то есть, это наше первое сочинение российское с сюжетом для двух вечеров показа. То есть, это наш такой русский Вагнер, русская Вагнериана. Значит, должна сказать, что Прокофьев, вот нет таких свидетельств, хотя я их искала специально. Вообще, сознавал ли он, взявшись за этот сюжет, и уже летом 41-го года, когда он понял, что означает такой сюжет в будущем. Это просто невероятные придирки и куча идеологических ограничений и определенная система требований. Что он думал по этому поводу? Ну, грубо говоря, не боялся ли он? Как он себе это представлял? Как он представлял себе вот эти этапы официального, когда вот сочинение проходило сквозь все эти комиссии? И что это для него было? Как он к этому относился? Никаких свидетельств нет. То есть такая же история, как со всеми его другими операми. Вот он заинтересовался, значит, первый вариант сценария, и начал писать музыку, и писал ее очень быстро. И первая редакция уже в 42-м году, то есть за год там с небольшим. Можно было без инструментовки, но поскольку он писал дирекционами, то не партитурами, а отмечал, значит, инструменты в двухстрочном, трехстрочном переложении. То, в общем, можно было там что-то такое почерпнуть. То есть это для него была совершенно такая обычная классическая история с обычными его алгоритмами, как он работал, и с которых ничто не могло его подвинуть. Между тем, уже когда он работал, все-таки оперная симфония, за это время Шостакович, как мы знаем, находясь в эвакуации, написал свою седьмую симфонию. И по сей день самая популярная симфония Шостаковича, одна из самых известных в 20-м столетии. И понятное дело, что она мировой публикой, и прежде чем с западной публикой, естественно, она связывается с вот этими вот коннотациями победы, нападения, сражения, борьбы, преодоления. То есть это такой символ одного из самых страшных вот этих мировых побоищ, да, Великой Отечественной войны, то это седьмая симфония Шостаковича. Ну а почему не война и мир Прокофьева? Это потому, что не поставили. Понимаете? То есть это место, как бы оно, оно пришло к Шостаковичу, естественно. Он не успел закончить, уже разучивали. И вот эти все препоны, которые вот эти, комитет по делам искусств, комиссия там того, сего, и надо там залитовать. Там же не было либрето, это же симфония. И главное, что инструментальная музыка, это такая область, для дилетанта, она очень трудна, чтобы там требовать каких-то изменений. Ну хотя бы потому, что он не знает, в каких местах должны быть изменения, да, потому что он нот не знает. А опера, тем более на такой сюжет, который известен каждому школьнику, она, в общем, больше дает, в силу своей, именно вот такой музыкально-сценической структуры, она больше дает возможностей для критики. Ой, и в общем, когда он это все дело закончил, ну я уж молчу, что он в апреле, по-моему, да, в апреле, там, 43-го года, выслал партитуру сюда, в столицу, выслал приложение, то он где-то только в конце июля получил письма с замечаниями. И что же это были за замечания? Они были по поводу того, что он плохо показал образ народа, что это не единая сила в его опере, что это вообще не сила, что это какие-то разрозненные, значит, образы, что там сценки какие-то, которые непонятно для чего, что они вызовут не восторг, значит, единение патриотического у зрителя, а только смех. Где же, писал Шлифштейн, был такой у него цензор, Семен Исаакович Шлифштейн, где же этот чудесный народ, который мы видели у Толстого, почему у вас какие-то там просторечные выражения, что это такое никакого пафоса. Вот как бы главное направление замечаний. Надо показать народ. То есть это народная патриотическая драма. А у вас что? У вас, значит, вся первая половина оперы это лирические герои, но там вот эта вся история, значит, с Андреем, Наташей, Анатолием, это действительно первая половина оперы. Это мир, а дальше война. И это совершенно нормально, потому что война не спрашивает, когда ей начинаться, она просто врывается в этот мир. Но, к сожалению, пришлось сразу же практически взяться за переделки по получению этого письма. Это страшная работа, я даже не представляю, как ему это все удавалось. Значит, он одновременно инструментовал те куски, к которым они не придирались, и большие фрагменты там были, картины, и одновременно, значит, правил и вносил огромное количество дополнений, там хоры. Все это сейчас давно описано. В общем, это было вот как раз середина войны, 43-й год. И дальше началось, уже когда придрация не к чему, что говорят в театре, многовато музыки. И дальше началось концертное исполнение. Будем, ну, будем, значит, готовить, будем готовить оперу к концертному исполнению. Будем, да. И, понимаете, это как такая, когда Моклов меч, если бы он хотел написать концертное сочинение, например, симфонию, как Дмитрий Дмитриевич, он бы написал симфонию. А тут он оперу написал. И когда тебе постоянно по бахке долбают, что у тебя вот концертное исполнение, да, ну вот, к сожалению, значит, концертное исполнение. А почему? Сначала, пока все сидели в эвакуации, там и Кировский театр, значит, и Большой театр, очень многие театры дрались за это право первой постановки «Война и мир». Ну, потому что, действительно, это настолько уникальное сочинение во всех отношениях. Прямо вот уникальное. И он это пишет, и он, значит, приехал, допустим, в Баку, дирекция театра знает, что он пишет, значит, естественно, они хотят первое, значит, право первой постановки. Дальше они едут, значит, переезжают в Тбилиси, работают над этим в Тбилиси, естественно, дирекция театра Тбилисского знает и тоже хочет. Плюс Кировский театр, с которым просто у Прокофьева были очень хорошие отношения, это нынешний Мариинский театр. И поэтому он сам-то хотел, наверное, чтобы это было поставлено в Питере, в Киромском театре, и он с ними договаривался. Вообще, в принципе, вот этот феномен театральной системы, системы театров большой страны, большой империи, он вот очень хорошо виден на примере того, как работала театральная отрасль в годы войны. То есть это как такой большой спрут, они знают о планах друг друга, эти планы стекаются, значит, наверх в этот самый Комитет по делам искусства, и там у него есть всякие отделы, репертуарный комитет, цензурирование. То есть все, все планы твоих конкурентов в принципе тебе известны, вот если иметь в виду дирекцию театра. И, значит, первые были бакинцы, как-то вот повезло, он с ними заключил договор сразу, он еще работал над первой редакцией. 1 июня 42-го года с Азербайджанским театром, значит, заключил договор, и они не только ему оплатили там по договору то, что они ему должны были собственно за создание музыки, творческий договор, они еще и оплатили переписчика Павла Лама Александровича, который переписывал, значит, с дирекционной партитуры, они еще оплатили нотную бумагу, доставку нотной бумаги. А Сергей Сергеевич, он еще был такой композитор, который, если очень много строчек нотных на партитурном листе, у него рябило в глазах. То есть ему надо было, вот сколько он, по-моему, там 30 хотел или 28, ну то есть не много, не мало, бумага должна была быть специальная. Можете себе представить, что это такое в годы войны, вот, когда он, значит, привык вот к этому, и вот так вот хотел работать независимо от обстоятельств. В этом есть много хорошего, но и много не очень удобного, да, для заказчиков. Значит, это у нас Бакенский театр. И наметили, план подали наверх, и наметили постановку на 1944 год, заключив договор в 1942-м, что они не знали, что еще будет куча исправлений, переделок, и эти не сразу примут, потому что это Толстой, и военное время, но они долго довольны были с Прокофьевым, то есть он уже писал, по-моему, вторую или третью редакцию, они, значит, не отказывались от этой мысли. Значит, про Кировский театр я уже сказала, только в мае 1943 года, они внимательно следили, значит, за этапами работы Прокофьева, только в мае 1943 года руководство Кировского театра, к сожалению, приняло решение отказаться от подготовки оперного спектакля. А почему? Это же очень многонаселенная опера, она огромная. И вот они ему пишут, ни состав труппы, ни сценические возможности в условиях Молотова, то есть это Пермь, нам не дают ни основания, ни права в настоящее время осуществить постановку оперы «Война и мир». Наша оперная труппа количественно сейчас весьма ограничена, всего 67 человек солистов, ролей же в опере почти столько же. То есть вообще, если брать творчество советского периода, ну это Шапорин декабристый, вот такого там, я не помню, сколько там, больше ста этих персонажей, вот значит, на втором месте, с большим, правда, отрывом, идет опера Прокофьев «Война и мир». И тогда же, в мае 43-го года, когда, значит, отпал Кировский театр и чуть-чуть попозже отпал Бакинский театр, Атбилисский театр, к сожалению, должен был уступить еще раньше, вот, значит, Прокофьев начинает получать первые письма по поводу «Войны и мира», между прочим, из Америки, из Метрополитен-оперы. И настолько, после его вот этих вот мытарств с этими переделками, этого не устроило то, этого не устроило это, а теперь вот давайте вставим, а теперь давайте допишем, ну и как, вот, значит, написал он этот эпиграф огромный, который, включаешь проигрыватель и хочется под стол залезть, значит, эта вторая редакция, написал эпиграф, не отдал его в печать на стекло-горов, видимо, у него оттеплилась какая-то надежда, что, может быть, он сможет начать все-таки как-то камерно, значит, написал эпиграф, но теперь эпиграф написан, так надо, чтобы он стилистически соответствовал оставшемуся, он, значит, не соответствует, в последней картине много народно-бытовых сцен, значит, мы их уберем, перепишем три раза апофеоз, ну и так далее, и он, видимо, был настолько, что ли, растерян вот с этим всем, и непонятно, когда это все пойдет, война заканчивается, а никаких предложений сценических нету, только обещание, обещание, что он, прежде чем ответить, значит, Митрополитен, он советовался с Храпченко, был такой Михаил Борисович Храпченко, который был председателем этого самого комитета по делам искусств, и, значит, Храпченко ему рассказывал, что туда надо написать, советую ответить театру Митрополитен в том смысле, что постановку оперы «Война и мир» там следует осуществить после постановки на советской сцене, и вот это вот в советской сцене, это, конечно, ужасно, это, собственно, то, что мы видим сейчас, когда страны, пользуясь такой тяжелой ситуацией в мире, они просто закрываются изнутри, и мы можем очень хорошо, к чему я это говорю, мы можем очень хорошо прочувствовать, что такое железный занавес изнутри, вот тебе предлагают постановку, господи, столько лет, столько угроханной музыки, столько усилий, я уж молчу, что кушать нечего было, а надо было думать об опере и о нотной бумаге, и поскольку дипломатическое общение вот ничего не давало, то есть все эти попытки, телеграммы, они разбивались об вот эту железную стену, вот сейчас мы, значит, поставим на советской сцене, а потом уже вы тогда, значит, вот, остатки, дело в том, что там же Леопольд Стаковский, который был знаком с Прокофьевым лично, и он был один из художественных руководителей, он был, ну, наверное, самый известный дирижер Америки в то время, он был руководителем всяческих, и организатор всяческих филармонических оркестров, фестивалей, концертных серий, и он ему писал, Прокофьеву писал, и писал Прокофьеву, и обращался к каким-то дипломатическим представителям, то есть он развил прям бурную деятельность, но опера не пошла, и она не пошла исключительно потому, что ее держали отсюда. Это такая ситуация, которую сейчас я думаю, говорят, надо там представлять свою публику. Вот я представляю себе публику молодых людей 20 лет, которым там задали в школе, ну, там подготовить доклад про какой-нибудь там оперный театр, я не знаю. Как им объяснить вот эту ситуацию? Да никак. Это просто, это воспринимается как в качестве категорического императива. Ну, вот на улице дождь. Вот это такая ситуация была. И ведь все с ней мирились. На сайте МЕД есть такая, как это называется, я не знаю, небольшой текст, значит, в котором в краткой форме рассказывается, это как на протяжении пяти, что ли, или шести лет, 44-й, 45-й, 46-й, 47-й, 48-й, да, 49-й год, как они пытались получить партитуру этой оперы, чтобы просто ее поставить, как об этом писали газеты. И чтобы не быть голословной, я пошла в архив, все эти объявления, я посмотрела, что вот-вот она будет поставлена. Естественно, мало того, что это такое сочинение, вдобавок, это Толстой, который, в принципе, был популярен еще при жизни, в общем-то, по всему миру, да, но и интересно же профессионалам, интересно, что из этого мог сделать композитор. То есть тут целевая аудитория могла быть увеличена во много раз. То есть это такое событие, это событие мирового класса, которое могло бы, конечно, взорвать вообще представление о том, что тогдашнее, современное, что такое оперный театр. Естественно, американцы, которые прекрасно понимали, что это такое, что такое вообще первый, что такое первый, что такое первый постановщик, уникального сочинения, со сложной партитурой, со сложной судьбой, которую не выпускают. И уж даже можно не сомневаться, что все это было бы прекрасно обыграно и не раз. Он Александра Невского никто не запрещал, но к его премьере, и тоже она была во время войны, такие были выпущены постеры, такие были написаны там рекламные статьи в прессе. Понимаете, это сочинение, ну, как бы совершенно другого уровня, другого класса. И вдобавок, без такой истории, без такого бэкграунда. Тем не менее, ничего у них не получилось. И когда Прокофьев уже совершенно пал духом, ну, ему оставалось, значит, посмотреть эти концертные исполнения. Причем, значит, поставил Ленинградский театр, который сейчас в Михайловске называется «Молигот», значит, двухвечернюю версию поставил, четвертую. Значит, первый вечер поставил, и прекрасные отзывы, они сейчас все собраны, есть на этой теме работы. И там все получили государственные премии, в общем, постановщик все, Покровский режиссер получил премию. Тем не менее, второй вечер почему-то не пошла она. То есть, вот просто, вот просто вот так. Это с одной стороны. А с другой стороны, был вечер каких-то там советско-английской дружбы или советско-английских отношений в Лондоне, в нашем, этом самом, дипломатическом корпусе. И там ставили, значит, подрояли, исполняли сцены из «Войны и мира». Вот как? Как это объяснить современному, молодому слушателю, публике? Как это объяснить? Это вот такие вот игры. Понимаете? Игры власти. И я не думаю, что это было связано с «Войной и миром». Тут своя история. Она тяжелая такая, идеологическая, идеологизированная история. Но это, конечно, было связано с Прокофьевым, который не мог не раздражать власть. Потому что вот он сюда приехал, ну вот так его хотели. Вот так хотели, что дирижер обращался напрямую к нашему диппредставителю, к нашему послу Громову. Что американские импресарио закидывали своими телеграммами наши все эти организации, которые этим занимались. Этот ВОКС, общество по связям за границей. Понимаете? Вот так вот его хотели. И вот, конечно, нужно было его поставить на место, несомненно. Здесь был какой-то вот эта вот такая государственная интрига, совершенно ужасная. Я не думаю, что он это понимал, но отсюда, с большого расстояния, столько лет прошло уже, 70 лет прошло. Мне кажется, что это вот так вот и было. И если он даже не понимал, он не мог этого не ощущать. И тем не менее, казалось бы, вот 1948 год, когда в декабре, когда было это постановление, значит, зимой февральское, а в декабре, 3 декабря прокатили, как я уже сказала, повесть о настоящем человеке, и он к ней больше никогда не возвращался и не дождался премьеры, премьера в 60-м году была. Тем не менее, в 1948 году вдруг ставят в Чехословакии. И это, конечно, уникальная история. И я бы лично, ну, я уж молчу, что я уже сказала, во всех справочниках, там, как правило, этого пражского, значит, всесокольского слета, где он был поставлен, его там нету. Он просто там отсутствует, эта дата отсутствует, как класс. Я, как вот исследователь, как профессионал, я должна выразить огромную благодарность собирателям, значит, архива Российского Национального музея музыки, которые, не знаю, как к ним попала эта афиша, никаких упоминаний в документах Прокофьева о том, что ему было известно об этой премьере, нету. понятное дело, что архив не заканчивается никогда, я продолжаю работать, но пока что все, что я смогла там перерыть, ничего я не нашла. И тем не менее, это, значит, лето 48-го года, и эта премьера, она, ну, как вам сказать, она в рамках такого очень странного события, ну, мало того, что это, ну, как бы страны Восточной Европы, да, Чехословакия, они, ну, всецело находились под нашим политическим, под российским политическим влиянием, и то, что вот тут у нас не ставят, и такие бои, и железный занавес, и не хотят, значит, предоставить партитуру в Америку, и тут у нас, значит, спокойно проходит, причем не раз, причем в рамках какого, вообще, какого мероприятия, вот этот всесокольский слет, это такое, это, понимаете, это такое, как вот спортивный праздник, это такой спортивный фестиваль, и очень, очень, он авторитетный, традиция у меня написана, в 1882 года, то есть, с 19 по 27 июня, 48 года, приезжали спортивные делегации, там были разные спортсмены, они были пестренькие, сборные из разных стран, и в том числе, советская делегация тоже, и они на вот этих стадионах в Праге, значит, где это все происходило, они там показывали, у них были, как на всех этих слетах, у них были обязательные выступления и произвольные выступления, и там были всякие массовки, речевки, и монтаж, ну, то есть, это такое спортивное обратание, но я могу сказать, что я, когда в молодости занималась спортом, ну, это страшно, то есть, это толпа, как вот любой праздник, как любое вот такое общественное событие, оно контролируется отчасти, и я не очень представляю, как вот в этой ситуации всеобщего этого обратания и куча гостей, и куча делегаций, и поскольку делегации, гости, и Восточная Европа, и идеологическое влияние, куча людей в серхпиджаках и полиции, и милиции, которые должны были все это контролировать, чтобы там не братались очень активно, я не очень себе представляю вообще предметно, как туда могли попасть, как туда могли впихнуть эту премьеру, то есть, это, конечно, это история, это я сейчас только начинаю, вообще это исследование, это дело будущего, и я уже попыталась отсюда, значит, контактировать с чешскими архивами, нет, это надо ехать туда, к сожалению, у нас сейчас не лучшие отношения, мы думали, у нас будет совместная конференция, нет, она не состоялась, тут как раз началась эта пандемия, поэтому все это сорвалось, а вообще, это надо ехать в пражские архивы и брать все газеты подряд, и, конечно, не за июнь 48-го года, а гораздо раньше, и начинать читать, что вообще происходило, какая была атмосфера, что носилось в воздухе, почему, как им удалось, главный вопрос, это как им удалось, понимаете, одно дело, 53-й год усатенький уже умер, а другое дело, 48-й, и, конечно, то, что у нас было, этот закручивание гаек 48-го года, не могло не отразиться на наших вот этих странах-побратимах, значит, и мало бы, один раз он прошел, он прошел три раза, этот спектакль, сейчас я вам зачитаю единственную рецензию, полно объявлений, я нашла, ну, из объявлений, что возьмешь, а вот рецензию почитаю, значит, известный критик и киновед, такой он у них был, Штепан Луцкий, он написал большую рецензию, которая, значит, занимает больше подвала на этой странице газеты, где про новости искусства, вот он пишет, первое исполнение войны и мира в Праге, вообще первое исполнение целиком этого великолепного сочинения, для представления вообще первое исполнение целиком на сцене, и это спортивный слет, герои, богатыри, для представления был задействован практически весь ансамбль национального театра, почти 60 солистов, из них некоторые исполняли даже по две и по три роли, оркестр и хор в самом полном составе, то есть только закончилась война, а мы уже в своей Праге, мы уже, значит, собираем спортивные слеты огромные, мы зовем друзей, и мы вот ставим такие вот оперы, от которых в свое время отказались театры во время войны и отказались после войны. Дальше он пишет, я избегаю определения опера, потому что так у самого композитора. Скорее здесь можно говорить о грандиозной исторической картине, состоящей из двух отдельных частей, хотя и связанных друг с другом, а не об опере в драматическом смысле. Прокофьев в этот великий человеческий апофеоз вложил максимальное мастерство. Название «Представление с пением» на афише написано, «Представление с пением» не случайно, это синтетический жанр, в котором несколько Прокофьевских кантат и сочинений киномузыки показывают, что композитор здесь хотел создать произведение, превышающее общее понимание оперы. Все, что он пишет, это прям золотые слова, это я просто оттуда понадергала, но я надеюсь это в скорости опубликовать, в течение полгода, и я там дам все, что у меня получилось перевести. Потому что это очень важно. И то, что это синтетическое сочинение, и то, что оно больше, чем опера. Ну, в общем, все, что он тут пишет, и то, что он вложил максимальное мастерство, а не подходил к этому, допустим, формально, за столько лет можно было уже устать. Это тоже важный тезис. Это замысел прекрасного создания, но отважиться воплотить его мог только великий мастер, под чьей рукой сложные, а часто и несоизмеримые материи, затементированные так, как будто они изначально находились в органическом единстве. Рядом с таким фактом могут быть поставлены все возможные выражения и оговорки против некоторых принципов строения формы и содержания. Даже стрельба на сцене и за сценой так мастерски включена в музыкальный поток, что это не производит впечатление натурализма, окажется органическим музыкальным компонентом, чувствуется и слышно, как Прокофьев сросся со своим народом, как восторженность Барда передалась обществу, с которым его связывает сознательное неизменное единство. Очень такая рецензия, очень пафосная, очень приподнятая в высоком стиле, и, конечно, по ней видно, что автор Луцкий посмотрел партитуру. Я не знаю, на что она ему нужна была киноведу, может быть, у него было музыкальное образование, до этого еще не докопалось. Но факт, что спектакль прошел два раза, значит, 25 и 28 июля в рамках этого самого спортивного слета фестиваля, и еще 1 июля у них было дополнительное представление, то есть можете себе представить, три раза вот такая многофигурная опера. И, скорее всего, он посетил их все, а потом уже написал. Значит, скажу два слова по поводу вообще вот этого места, где все это поставлено, по поводу Праги, по поводу Чехословакии, потому что, кажется, много лекций заявили, а очень много тем, они прямо вырастают, как грибы, которые не лезут ни в одну лекцию, они органически не вписываются. Я очень люблю тему локаций, то, что сейчас называется локация. Это, ну, про кофе в России, понятное дело, он здесь родился. Наши украинские коллеги по необходимости идеологической в последние годы очень любят развивать тему Прокофьев и Украина. Есть еще тема, конечно, Прокофьев и Америка, безусловно, Прокофьев и Франция. Из всех этих тем, тема Прокофьев и Чехословакия, известна наименее. Между тем, помимо вот этой афиши, которая пражская, у нас, то есть у них в архиве музея, есть еще три важных афиши, которые я специально заказала, чтобы вам показать. Потому что это то, что называется тенденция. Вот тот же 1948 год, о котором я уже сказала и не буду повторяться, что происходило у нас. Вот, пожалуйста, 8 января 1948 года попелка, это Золушка. И тот же хореограф поставил Саша Махов. Честно говоря, из всех этих, особенно когда оперный, смотришь состав солистов, я их никого не знаю, вот Сашу я знаю, потому что он входит во все справочники. Это известный чешский политмейстер. Значит, январь, соответственно, это у нас Золушка 1948 года. Значит, дальше, это 1948 год. Это то есть прямо вот разгар, как раньше говорили, да, разгар реакции. Значит, после этого 25 июня, соответственно, Война и мир. Сейчас покажу дальше. После этого 5 октября, Дуэния, который почему-то называется Машкарад. Вот, самая красивая афиша, прелестная, там копия была, это у нас оригинал. Вот, значит, 5 октября Дуэнии, и все это еще идет 1948 год. То есть, понимаете, насколько нужно хотеть все это сделать, насколько нужно хотеть все это поставить. Вообще, Чехословакия, для творчества Прокофьева, это, конечно, место уникальное. Еще одну покажу. Так, а где она, интересно, куда она делась? Сейчас, ага, вот. Ромео Джульетта, 50-й год. Ну, 50-й год, надо сказать, уже попроще было. И все равно здорово. Значит, Ромео Джульетту, почему показываю? Потому что, ну, вообще же премьера там была, в Бурно. И это такая очень длинная история. Ромео Джульетта в Чехословакии, она продолжается до сих пор, потому что, если посмотреть современные спектакли, там, 13-го года премьера в Бурно, там до сих пор есть отзвуки первой постановки, которую Ива Ваня в Сута поставила в свое время с Зорой Шемберовой, то отдельные какие-то жесты, проходы, пробеги, я не знаю, яркие. Они до сих пор, то есть они как-то по воздуху передались. Вот это Прокофьев и Чехословакия. Молчу, что очень много информации по Ромео Джульетте, вообще по биографии Прокофьева, вот лично я почерпнула из чешских газет, когда он там был на гастролях, в 36-м году, в 38-м году, то есть это информация, которая не была в наших газетах или, скажем, в французских газетах или в английских, а в чешских она почему-то была. И Чехословакия генетически стала первой страной, которая организовала первый большой Прокофьевский фестиваль. Естественно, в 63-м году, ну как же, вот 10 лет со дня смерти, значит, надо фестиваль. И наши тоже организовывали, они причем, там бумажки есть, переписка по этому поводу, у нас же еще диктатура была, и, значит, как это называется, удар, замах на рубль, а удар на копейку примерно. Потому что, значит, фестиваль в Праге в 63-м году, они нас не обогнали хронологически, значит, у нас был в марте 63-го, у них в апреле, но у них 12 спектаклей. «Стальной скок», я совершенно уверена, что это тот «Стальной скок», который, видимо, в Бурно тоже был. Значит, «Ромео», «Шут», «Семен Катко», «Обручение в монастыре», «Блудный сын», «Повесть о настоящем человеке», «Каменный цветок», «Игрок», «Любовь к трем апельсинам», «Война и мир», «Огненный ангел». Все это огромное, понимаете, это же огромное. Это «Любовь к трем апельсинам», пожалуй, поставь, «Игрок», «Война и мир». Ну, я уж молчу, что «Огненный ангел» это тоже одна из таких, ну, первых 60-х годов, одна из первых постановок в Европе. Это не то, что... Это трудное сочинение, это не то, что его там поставили в 54-м и стали ставить каждый год. Нет, это определенные тоже надо было усилия сделать, чтобы его поставить. А у нас, значит, а мы, типа, первые, у нас в марте как родился, и там шесть сочинений. «Золушка», «Каменный цветок Григоровича», «Ромео», «Повесть о настоящем человеке», «Подпоручик Кижи», значит, это такой гибрид, значит, балетный гибрид. Музыка была из Кижи и «Стального скока», ну и «Война и мир». И вот в рамках этого фестиваля «Ангел» был представлен впервые. И там читали лекции о творчестве Прокофьева в 62-м году. Ну, то есть, это такое большое событие не локального значения, а как минимум европейского значения, а может быть и мирового. Но для того, чтобы это все посмотреть и представить это в качестве истории и написать про это, я не знаю, какую-то статью большую, книгу, чтобы это было вдумчиво, это нужно туда, конечно, ехать, потому что, к сожалению, в сети ситуация с чешскими периодическими изданиями пока, в общем, довольно удручающая. Я всякий раз, как у меня есть возможность, я всегда с глупым дункиходством призываю, значит, наших коллег, которые работают в архивах и библиотеках, сделать то, что сделал французский сайт «Галика», где потихонечку выкладывают ну, вот все периодические издания, начиная там с 1783 года, то есть такого разнообразия, как у французов, нет ни у кого, вот, и даже не знаю, кого поставить на второе место, они единственные, все остальные отстают. Так вот, чехи, они, и итальянцы, они, видимо, в конце совершенно этого списка, поэтому для меня это сейчас недоступно, тем более в наших условиях. Но закончить я хочу совершенно не на этом. Закончить я хочу все-таки разговором кратким о премьере, то была первая редакция, а это, значит, вторая редакция, вот та, которая везде известна, она во всех справочниках, значит, это у нас флорентийский музыкальный май, 26 мая 1953 года. И поскольку она достаточно известна, и документы второй половины 53-го после смерти вождя, они быстрее стали рассекречиваться, и они быстрее стали публиковаться. Я должна сказать, что этой премьере, вот этой вот второй флорентийской, предшествовала длительная переписка на протяжении нескольких лет. Дело в том, что мэр Флоренции был такой Марио Фабиани, он коммунист, он был представитель коммунистической партии, и он, ну, дружил. Вообще, итальянские коммунисты, это такая партия, с которыми, ну, как вам сказать, вот по биографии Шостаковича, это можно очень хорошо наблюдать, с ними как бы заигрывали наши администрации театров и вот все эти представители силовых структур, то есть с ними вот нельзя было вот так поссориться, да, и с компартией Франции в свое время Марина Владикак приехала, и с компартией Италии, то есть были такие настороженно светские отношения. И вот в 51-м году вообще Прокофьева звали на Флорентийский май еще при жизни, неоднократно, но вот ни разу не случилось. Вообще, как в 38-м году, вот его в декабре не выпустили из страны, так вот и все. Так он и умер, никуда больше не выехал. Вот, и в 51-м году, значит, этот самый Фабиани предлагал, предлагал, конечно, любую постановку Прокофьева на Флорентийском май, и, конечно, прежде всего, война и мир, естественно. Такое событие. Нельзя было игнорировать то, что он обратился. И вот эта огромная переписка, она есть в Эргаспи. И частично она издана, конечно, в книге Максименкова. Она производит такое, знаете, немножко фантасмагорическое впечатление, потому что, ну, уже вот, можно сказать, начинается оттепель. Вот что ни говори, смерть тирана есть смерть тирана. Это всегда будет некий рубеж. И хотя, конечно, это все не быстро. И как бы это потепление наступило не сразу, а только, может быть, годы там через 4, к концу 50-х. Но все равно они все знали, чиновники всех рангов, что что-то произошло, что что-то сдвинулось, что вести теперь какие-то политические баталии, переговоры, вообще политикой руководить нужно как-то по-другому. И на этом фоне вот эта переписка до последних дней, значит, эти там в поте лица готовят премьеру, значит, итальянцы, а эти там, значит, подковерно. Ну что, им разрешить? Я предлагаю, значит, один другому пишет, я предлагаю выкинуть им ноту, что мы не разрешаем. А как вы можете не разрешать? Уже ноты у них. То есть, понимаете, все, это уже ни о чем, но надо сделать движение корпусом. Надо показать вышестоящим, что нам не все равно, что это вот премьера, что вот она тут у них, и это не какая-нибудь тебе всесокольский слет в Праге, это елки зеленые флорентийские музыкальные маи, это события мирового класса. И все, и теперь все узнают, что мы не первые, то знали только мы, Прокофьев, может, и не знал про 1948 год, а мы-то знали. И теперь узнают все. Но ничего не произошло, конечно, они ничему не смогли помешать, и это было хронологически одно из первых вот таких событий, после которого стало ясно, что курс был взят на потепление уже, и наступает иная эпоха. Закончить я хочу цитатой из Аминкова, Юрия, который я вам рассказывала, они с Прокофьевым были знакомы практически всю жизнь, с 10-х, с 20-х годов, потом они оба оказались в эмиграции, там общались, немного, и вот в начале 50-х к нему Каненкову вышла с предложением администрация Флорентийского театра с предложением создать декорации и костюмы. Вот именно для этой постановки. Переполнена радостью, пишет он, я на другой же день прибыл в Милан, чтобы ознакомиться с оперой и переговорить с Баланчином, которого позвали, чтобы ставить бальные сцены, значит, хореографические сцены. При нашей встрече Баланчин, однако, сказал мне, что он уже отказался от этой работы, так как музыка оперы лишена всех прокофьевских качеств, а либретто унизительно для гения Льва Толстого и пропитана политическими тенденциями, неприемлемыми для Баланчина. Но, зная талант Прокофьева и его творческую волю, я уверен, что некоторые формальные особенности своей композиции, способные разойтись с генеральной линией социалистического реализма, он сумел искусно закамуфлировать и спасти. Что же касается либретто, который Прокофьев не мог принять всерьез, то оно послужило ему чем-то вроде зонтика, как мы знаем, Мира Александра написала либретто, или больше того, ковчегом, в котором можно было укрыться от потопа. Ну, что тут сказать, я все сказала вначале, из девяти опер, пять зарубежных премьер, «Война и мир» имеет две известных сценических редакции, это первая редакция, поставленная впервые в Праге, вторая редакция, поставленная впервые во Флоренции. Прокофьев был человеком не злым, это уж точно. Вот после всех этих перипетий он как-то умудрялся сохранять, ну, что ли, даже не стойкость, а ровность духа, которая, как мы знаем, еще с античности всегда должна была сопровождать все начинания настоящего художника, истинного творца. Но я-то человек, в общем, очень злобный и такой злопамятный. И занимаясь биографиями советских деятелей, и в том числе Прокофьева, который сюда приехал и здесь остался, и Гаевский пишет, «Последние годы ощущался я, как Прометей прикованный». В этом много правды. Всякий раз, как я думаю, про эти пять премьер, и среди них такое созвездие, это две премьеры «Войны и мира», я думаю, так вам и надо, господа, товарищи, так вам и надо. Ну, а дальше нецензурно. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok